Приветствую вас, Игорь. Скажите, пожалуйста, дело в том, что я не очень понял, исходя из вашего текста, суть проблемы. Верно ли, что вы встречались с девушкой несколько лет, и что у вас были планы? А вот, она класс вам верности, и вы, ну, судя по вашим словам очевидные, верили. Потом вы поссорились, и через несколько дней вы видите, что она выкладывает фото с парнем, где она его целует. И при этом она никак не раскаивается в том, что сделала, и вам больно, вы не знаете, как это пережить, и вы растеряли все доверие к людям. То есть, я правильно понял, что доверие к людям вы растеряли после того, как вы видели на фотографии девушку, целуются другого парня. То есть, вы так расстроились за поцелуя. Вас, если я правильно понял, задел именно поцелуй девушке, другого парня. Потому как, если я правильно опять же понял, то ничего больше у нее с ним не было. По крайней мере, вы об этом ничего не пишете, что у нее было что-то еще. И плюс ко всему, вы почему-то переносите на остальных людей. И вот то, что произошло, говоря о том, что вы растеряли все, в общем-то, доверие к людям. И я вот пытаюсь понять, как это все у вас связывается в единую картинку. Вы ссоритесь с девушкой, не принимаете, что она обвиняет вас, принимаете за чистую монету то, что она вам чтит. Знаешь что, вы вопрос верности, очевидно, ну, фиксируетесь на нем. На вопросе ревности. На вопросе верности, простите, на вопросе верности. Вот. И на основе этого делаете выводы о всех других людях. Предполагаю, что теперь вы не можете доверять никому. А баверия, получается, вы выстраивали на исключительном соблюдении человеком веток на себя обязательств. Причем, что важно другим человеком взятые на себя обязательства. И от этого, от того, насколько человек соблюдает взятые на себя обязательства, собственно говоря, зависит ваше отношение, ваше ему доверие. Если это так, если то, что я говорю, соответствует действительности, то у меня для вас несколько, я бы сказал, ну, я бы сказал, наверное, неприятные новости. Потому что это недоверие. Это, я бы сказал, больше, знаете, такой, тотальный контроль, что ли, это постоянное напряжение. Это постоянное давление, может быть, на партнера, ну, то есть вот, вы можете как бы давить на партнера своего, своего. То есть, это недоверие. Это, по факту, я бы сказал, постоянное тестирование человека. Постоянное требование, доказательств от партнера, ну, доказательств верности какой-то, да. И так далее. То есть, это, к сожалению, это, ну, это слабо. Это слабо. А слабое отношение имеет к доверию, как мне кажется, больше это все-таки отношение, такие невротичные. Я бы сказал, это большие отношения, связанные с, ну, какой-то, вот, знаете, тревожностью, может быть. Это отношение, связанные с какими-то страхами, с определенной неуверенностью, потому что у вас уже идет остановка, что я там, ну, что я против, значит, походения налево и прочее. То есть, уже, вероятно, был какой-то опыт. А верность для вас это, наверное, хороший способ подтвердить, да, или там опровергнуть, например, свои важности и значимости для человека. Вот, ну, опять же, как это видится мне, это мне так видится, вот, это мое видение, видение, ну, вот, такое. И, соответственно, соответственно, сейчас мы подошли к тому, что ваша картинка мира разрушилась, в которой вы жили до сих пор. А ваша, ну, какая-то вот защита, если угодно, стена распалась. И вам больно, потому что это оголилось все ваши проблемные моменты. Ощущения у вас, например, столько не нужны. Ощущения у вас это очень сильно задвигало. Ну и прочее. И, одно из самых, пожалуй, неприятных, аспектов этого. Заключается, наверное, в том, что вы как бы не берете ответственность на себя за то, что подобные чувства испытывают. То есть, как девушка обвиняют вас в том, что это произошло. Так, вероятно, и вы считаете, что именно. Вот она в том, что произошло. И при этом, ну, ну, например, считаю, что, ну, мы будем уже повторить, но я не побежал, там, целоваться с первой встречи. С первой встречи иногда, допустим. Так что здесь я очень рекомендую вам с вашими внутренними страхами поговорить, разобраться, поисследовать. И уже тогда будет видно, куда, в какую сторону вам двигаться. Вот. Прямо обратить внимание, что это такие вот негативные мысли, достаточно негативные мысли. Они, ага, связаны с тем, что ну, как бы, ничего важнее, ничего важнее того, что происходит сейчас. Нет. Для вас, например. Ну, то есть вопрос, как бы, а, 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 помимо, девушки вам нравится, что еще, помимо девушки, вас интересуют и так далее. Вот. А, а, такая вот история. А, на этом все. я надеюсь, что, а, помог, а, вам, я, а, а, желаю вам, а, всего, самого доброго, удачи. Надеюсь, что, ситуация будет разрушена, и вы сможете решить все свои проблемы. а, 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 а. Продолжение следует...